Вы слушаете Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Продолжается Олег Виктор Александр Шунин. Всем здравствуйте. Доброе утро. И когда мы говорим про окончание локдауна, говорим о том, что всё-таки это не означает окончание пандемии, и тревожные, конечно, цифры, мы знаем, что наибольшей группой риска являются пожилые люди для коронавируса, и в нашей стране 52 тысячи сеньоров невакцинированных. То есть это как раз-таки та потенциальная группа риска, у которых могут возникнуть осложнения в случае тьфу-тьфу-тьфусту, чем по дереву, если вдруг человек может заразиться коронавирусом. Ну и вот каким образом убедить их это сделать? Сейчас подключаются, я понимаю, добровольцы, и в частности вот и коллектив фондов музея Иманта Зьедуаниса, и сотрудники актёров русского театра имени Чехова. И один из этих добровольцев, Александр Маликов, сегодня с нами на связи в нашем эфире, ну, конечно же, к сожалению, удалённо, но как-нибудь, надеюсь, придёт лично. Александр, доброе утро. Доброе утро, радиослушатели, доброе утро, ведущие. Ну вот мы сейчас, кстати, надеемся, что нас слушают люди всех возрастов, и в частности, вот, конечно, может быть, эта информация тоже поможет убедить, будет каким-то ещё одним аргументом в пользу вакцинации. Скажите, вот почему вот именно потребовалась такая помощь добровольцев? Ну, в чём смысл в том, чтобы убеждали сотрудники театров, музеев? Ну, я так понимаю, помощь понадобилась только для того, чтобы как можно скорее справиться с этой проблемой, в первую очередь с проблемой информирования населения. И я не знаю, кому лично в голову пришла эта идея, людям из Рижской думы или людям из Министерства здравоохранения или эпидемиологам, но в итоге вот результат такой, что много волонтёров, добровольцев из разных сфер деятельности, и, в частности, из нашего театра, то есть люди, которые вроде как могут очень тепло пообщаться с населением и, может быть, имеют какой-то хотя бы небольшой авторитет, могут помочь в этом деле, просто чтобы ускорить это всё и побыстрее прийти в нормальный режим существования. Александр, а как это вообще происходит? Вы берёте телефон, вам кто-то выдал список. Вы из дома звоните, из театра, из гримёрной звоните, из Рижской думы или там колл-центр какой-то организовали. Вы берёте номер, набираете 8 цифр. Мария Ивановна, здравствуйте, это там Александр Маликов из театра. Условной русской драмы по-старому назовём. Идите, пожалуйста, пейовать. Что вы слышите в ответ? Приходится убеждать, вообще было ли какое-то обучение, потому что вы актёр, вы не медик, не фармацевт даже. Вы можете не знать какой-то базовой информации, чтобы ответить на уточняющие вопросы. Ну да. Ну сейчас начнём разбираться. Извините, как происходит и было ли обучение? Конечно, всё это не просто так, не с бухты-барахты. Мы собрались, у нас была длительная зум-конференция, с эпидемиологом Никитой Троянским и с женщиной, прошу прощения, забыл её имя, из Министерства здравоохранения, которая занимается непосредственно информированием населения о возможности вакцинации тем или иным путём или тем или иным способом. И на протяжении двух или даже двух с половиной часов мы, вот эти несколько человек, человек 15, наверное, из театра, артистов и не только, которые откликнулись на эту просьбу, захотели поучаствовать в этой программе, два с половиной часа мы слушали, учились, понимали, какие, возможно, будут вопросы, какие возможны страхи людей, загоны, теории, теории заговора, основные сомнения людей, какие ответы могут быть и что мы можем им рассказать. Да, и мы ни в коем случае... У нас нет, конечно, какого-то колл-центра, мы не сидим в театре, где у каждого своя кабинка, там, попиваем кофе, едим сосисочку и обзваниваем людей, конечно, нет. Каждый это делает дома, в свободное время, в то, как он считает нужным. Всё это, естественно, официально сначала прошло, прошло утверждение на законодательном уровне, то есть о неразглашении информации третьим лицам, потому что нам эту информацию предоставили, списки от семейных врачей с номерами-телефонами сеньоров, номера телефонов их, номера телефонов их там дочерей, сыновей. Я даже с внучкой два раза уже разговаривал. А приходится не один раз звонить? Не один раз получается, что даже приходится звонить? Ну, конечно, нам дали списки, и мы можем обзванивать людей. Ну, несколько, я имею в виду раз одному и тому же человеку, чтобы просто продолжать его убеждать. Или просто эта внучка очень вам понравилась по голосу? У нас, я скажу так, у нас нет такой цели, ну, как, она, конечно, такая глобальная, такая сверхидея убедить человека вакцинироваться, но мы подходим к этому чуть-чуть деликатнее. Мы звоним и представляемся там артистами театра, пытаемся как-то наладить какой-то контакт, тепло пообщаться, и начинаем с того, что просто собираем информацию о том, привит ли человек, хочет ли он вакцинироваться, может быть, он уже сделал первую прививку. И потом в разговоре переходим на, ну, те или иные доводы, вопросы. Может быть, вы что-то не знаете, может быть, вы не знаете о том, что существует у нас выездная вакцинация. Я вот даже вчера обзванивал людей из Кингаракса, записал себе время, когда на разных улицах Кингаракса будет этот автобус для вакцинирования. Просто люди не все, особенно которые в очень уже солидном возрасте, могут знать эту информацию. И самое главное, на мой взгляд, в нашей вот этой волонтерской такой деятельности, это подарить какое-то, знаете, внимание людям, внимание, что наше Министерство здравоохранения и, в принципе, государство сейчас в этой сложной ситуации не имеет возможности сделать. А мне кажется, это очень важно. И человек, когда ему, вот, я могу по полчаса разговаривать с людьми, это могут даже быть отстраненные темы, но чаще всего люди рассказывают свои истории, либо болезни, либо почему они там не хотят, либо их страхи и так далее. И чаще всего разговоры получаются очень теплыми и очень такими трогательными. Ну и вот, поэтому я вот именно акцентирую внимание на том, что мы даем людям вот эту какую-то теплоту и внимание. Может быть, после таких разговоров некоторые такие... То есть мы не бьем их палкой и не кричим о том, что хватит бояться, берите себя в руки, вызывайте на дом поездную вакцинацию, делайте укол. Конечно, нет. Просто уделяем этому какое-то внимание. И люди с удовольствием делятся своими мыслями на эту тему. Александр, вот самое главное, какие страхи? С чем вы чаще всего сталкиваетесь? С какими сомнениями у людей? Какие их аргументы, просто недопонимания? Ну, в первую очередь, стандартный набор сомнений, страхов, страшилок от антиваксеров, то есть это и то, что от прививки Pfizer развивается бесплодие, то, что огромное количество людей умирает именно от прививки, о том, что я не заражусь очень часто, я сижу дома одна, я не заражусь, но ко мне ходит сын, я, например, спрашиваю, простите, могу я узнать, а сын ваш, который к вам ходит, единственный человек на земле, он вакцинирован? Мне, например, говорят, нет, он не вакцинирован. Тогда мы продолжаем уже разговор на эту тему. Я цепляюсь на то, что вы понимаете, он может вас принести, там этот вирус, и вам может быть сложно, вы можете избежать тяжелого течения заболевания. Часто люди соглашаются, говорят, да, я подумаю, я спасибо, что вы сказали о том, что есть возможность вакцинации на дому. Ну, вот мы, первая такая цель, наверное, дать как можно больше информации людям, потому что я заметил, что иногда люди, которым я звоню, не обладают всей полной информацией о возможности вакцинироваться тем или иным способом. Напомню, мы беседуем с Александром Маликовым, актером Рижского русского театра имени Чехова. Актеры театра участвуют в обзвоне сеньоров от имени Рижской думы, агитируя их вакцинироваться. Александр, вы упомянули, что люди рассказывают истории. Невозможно эту фразу обойти вниманием как-то в своей работе. Вы уже планируете применять услышанное? Ну, какие-то, не знаю, для образа, для постановок. Ну, наверняка же рождаются какие-то идеи. Рождаются. Это, в первую очередь, такой очень большой, объемный, эмоциональный опыт общения вот с людьми на эти темы. Потому что у меня не раз проходили мурашки по коже, пока я общался с людьми. И они так сподвигают на какие-то сочинения. Я даже песню думаю написать уже новую. Надеемся, что ее премьера состоится в эфире радио «Болтком». Я даже не намекаю. Считайте, что надо уже просто в календаре оставить пометку, когда это произойдет. Вы уж, пожалуйста, не тяните, а то пандемия скоро закончится, говорят. Александр, а вот получается ли так, что какие-то люди просят вас позвонить? Я же понимаю, что многие сеньоры могут быть людьми одинокими, которые чувствуют себя, может быть, даже как-то выброшенными из жизни. И вот какое-то такое внимание к ним, оно может действительно человеку очень сильно помочь. Да, в том-то и дело. Это вот, я бы сказал, это даже, наверное, основная цель и такая вещь, которая, ну, однозначно. Потому что это очень чувствуется. Люди иногда говорят по полчаса, по 20 минут. Они рассказывают не только свое отношение к вакцинации, не только свои страхи, но и какие-то истории делятся чем-то просто бытовым. И действительно чувствуешь себя таким полезным, что ли, для общества. И очень тепло после таких разговоров. Ну, а наоборот, какая-то негативная реакция наверняка же случается. Иногда могут вдруг испугаться, что это мошенники, например. Ну, то есть я хочу сразу предупредить людей, что если вдруг вот к вам будут звонить люди, не пугайтесь. То есть это, в принципе, не телефонные какие-то мошенники, которые будут пытаться, то есть это новая инициатива вот Рижской думы. Да, так возвращаясь к вопросу. Насколько часто агрессия в ответ? Ну, судя по тому, как мы вот друг с другом разговаривали, все наши коллеги, артисты, которые принимают участие в этой программе, ну, у кого как, но какой-то процент агрессии есть. Нет, конечно, жесткой, потому что мы не вступаем, мы не идем на открытый конфликт. Но люди иногда могут сказать о том, что я не собираюсь давать информацию посторонним людям. Или, да, идите вы со своей вакцинацией, да. Мы просто желаем здоровья, желаем беречь себя в ответ. И вешают трубку люди. Но вот по моему опыту все-таки больше людей откликается и как-то хочет поговорить и нуждается в каком-то смысле. А кажется ли вам, что вот именно отсутствие информации, может быть, ну, вот людей, ну, тормозит эту вакцинацию, что люди просто, может быть, к ним, ну, действительно, так по-человечески никто не обращался, они, ну, просто не знают. Ну, вы поймите, я понимаю, да, но это действительно физически очень тяжело семейным врачам, там, Министерству здравоохранения вообще уделить внимание, столько внимания каждому человеку. Вы сами сказали, 52 тысячи сейчас невакцинированных сеньоров. Но это действительно, это сколько нужно людей, чтобы на каждого, там, потратить полчаса и подарить ему столько внимания. Нет, по моему опыту, большинство сеньоров или их, там, дочерей, сыновей почти всей информацией располагают. Есть какие-то исключения, вот, ради которых стоит точно совершать эти звонки, но большинство знает всю информацию и все-таки на первом месте, почему они не хотят вакцинироваться, это вот эти страхи, это теории заговора, это боязнь получить побочки и, ну, и так далее, и так далее. Билл Гейтс и Вышкин 5G, вот это, к сожалению, в сознании людей, как я уже лично услышал, есть. Скажите, а вот не предлагали ли вам, ну, я не знаю, освоить такие технологии, вот, каких-то продаж, ну, условно говоря, ведь вас же можно сравнить, вот, холодные звонки, то есть, эти вот, ну, то есть, вот, эти технологии не применялись ли при обучении. Олег, давай тогда зададим вопрос напрямую. «Про воронку продаж». Нет, ну, вообще, я так пообщавшись с людьми, с каждым разом, с каждым звонком у меня появляются какие-то свои… А тем ли я занимаюсь вообще-то? Да, я не знаю, может быть, набив руку и набив язык, в этом смысле можно будет пойти в эту сферу, да. Но пока мы делаем это все-таки из какого-то человеколюбия и желания, как бы, помочь людям. А помогает ли авторитет театра и вообще какие отзывы в адрес театра вы слышите? Очень разные отзывы одному моему коллеге, который узнал о том, что запускается такая программа, там, позвонил его какой-то друг и сказал, вы что, вы сошли с ума, как вы можете, это такое низкое дело, призывать людей что-то сделать со своим здоровьем и так далее. Но я считаю, что это не так, что мы все-таки помогаем в первую очередь информировать население, поэтому такого страшного нет. Хотя люди, многие говорят, что мы бы так не смогли. Как вы берете на себя все-таки какую-то некую ответственность, что человек может потом пойти, например, и привиться. Это же такая, действительно, какая-то ответственность есть, и только если ты не сам доверяешь вообще системе, эпидемиологам, большинству из них, скажем так, знаем, что есть какие-то люди, которые все-таки пытаются высказываться против. Но если ты не доверяешь истории всей, то, конечно, тяжело, наверное, даже на своих примерах рассказывать людям о том, что вакцинироваться лучше все-таки вакцинироваться, потому что вероятность перенести тяжелые, попасть в реанимацию и испытать тяжелое течение болезни в разы меньше. А люди же очень по-разному отвечают. Одна женщина после моего вопроса, вакцинирована вы или нет, собираетесь ли вы или нет, хотел бы поговорить с вами на эту тему, очень емко ответила мне, меня вакцинировал Бог. И он меня стал все-таки. Как вы продолжили разговор после этого? А как вы продолжили? И как вы вежливо попрощаться? Ну, в принципе, да. То есть пожелав друг другу здоровья, и человек еще какое-то время рассказывал, как он, ну, искренне, абсолютно очень по-доброму она мне рассказывала о том, как она молится за себя и за всех нас. Это что-то мне напомнило, как крестный ход в России, который, помните, был против коронавируса. Не особо помогло. Да. А сколько еще будет продолжаться эта акция? Сколько у вас еще в списке, условно говоря, людей, которых нужно обзвонить? Ну, я не знаю. Мы только начали. Поэтому я не знаю, насколько министерство и там Рижская дума, которая, как я понимаю, одна из организаторов этого всего, сочтет нужным продолжать это. Потому что одна из положительных вещей, то, что мы действительно собираем информацию. И, кстати, я заметил, что и все наши коллеги заметили, что информация иногда отличается. То есть нам дают списки якобы невакцинированных людей, а из них процентов 10, наверное, то есть каждый десятый, иногда даже чаще люди уже сделали, например, первую прививку. То есть мы эту информацию все тоже отдаем назад. С пометками. Ну, это полезно, во-первых. Во-вторых, ну, это вполне легко объяснимо, пока информация дойдет до вас от семейного врача. Это же семейный врач должен собрать, потом куда-то отослать, потом опять переслать, потом через пятые, седьмые, десятые руки. Разумеется, люди уже успели сходить на пункт вакцинации, но, к сожалению, так бывает. Слава богу, так бывает. Почему, к сожалению. Мы, наверное, подводя итоги, еще раз повторим, что если вдруг кто-то из тех пожилых людей, которые слушают сейчас радиобалком, сеньоров услышат звонок и услышат на другом конце провода голос Александра Маликова и других артистов театра имени Михаила Чехова. Ну, вот откликнитесь, не бойтесь, это действительно... Пугаться не нужно, это не мошенники, никакого отношения ни к кредитам, ни к банкам они не имеют, а просто будут говорить с вами о вакцинации. Итак, Александр Маликов, актер Рижского русского театра имени Чехова был с нами. Александр, огромное спасибо. Сами не болейте. И удачи, в том числе в написании песни, мы запомнили. Всего доброго вам, хорошего дня. Всего доброго. Ну, а мы продолжаем. У нас впереди небольшая пауза, после которой министр внутренних дел Мария Голубева, к сожалению, по телефону, поэтому если есть вопросы, то можно будет задать, возможность прислать на WhatsApp-чат номер 2-3-0-6-1-9-1. Встречаемся в эфире через несколько минут.